Я хотел еще сказать, что в наших отношениях, я имею ввиду, в наших супружеских, в данном случае мы говорим о супружеских, между мужчиной и женщиной, которые полюбили друг друга, обязательно присутствует вот этот компонент, все-таки образа папы для женщин и образа мамы для мужчин. И кроме, рядышком с этим образом, потому что папа большой, взрослый, а я маленькая девочка, там есть еще образ, он как бы на втором фоне находится, это образ внутреннего ребенка. Кстати, в первом тренинге я говорил, да, от девочки к королеве. Образ внутреннего ребенка. А внутренний ребенок, это вот такое явление, это наше там «хочу» находится. Хочу радоваться, хочу играться, хочу получать от этого мира полные чаши. Если бы более или менее раннее детство было у человека, у него там вот это все «хочу». Понимаете? И это классно, что смотря на вас, у него вот эта «хочелка» там активизируется. Понимаете? Потому что с «хочу» начинается все остальное. Хочу, потом для этого нужно, потом я знаю, как это сделать, потом я это делаю. То есть, вдохновение на деятельность, вдохновение на работу, вдохновение на то, что в семье что-то сделал, вдохновение на что ты-то сам, оно оттуда. То есть, вот очень важно, как говорят, вместе с водой не выплеснуть, ну тут буквально, да, вот этого внутреннего ребенка. То есть, каждый супруг будет чувствовать вот этого родителя противоположного пола. Чаще всего. Там может быть и родитель своего пола, но это вот немножко усложняет объяснение, я это опущу, да, для специалистов, скажем так. А там может быть образ. Тот, который дает вот это вот «классное» по-саму. Ну подрез мужчина вам под мышку, ему так классно, он сейчас как маленький ребенок, вы его там похвалили. Он пошел на подвиги, да, на большие мужские дела. Поэтому не надо считать, что это однозначно плохо, да. Я вообще считаю, что, как медики говорят, что нету ядов, да, вот, есть только дозы. То есть, если этого чуть-чуть, то это классно. Если вот уже, да, он все от вас хочет, что мама та самая. Ну, только смотрите, женщины, да, вот, те, которые сами обижаются на это, а потом смотришь, как они своих сыновей воспитывают. Сел такой барин, да, вот. Ну, меня, кстати, точно так же, я не ушел. У меня мама наша выгребла, пока вот спокойно меня не откорректировала. Сел и все, все должно стоять, да. Поел, встал, все должно помыться, куда-то не таса. Вот так вот мама меня, да, вот я привык, блин, ну, как бы потом согласился, что это неправильно, да, что надо помогать и так далее. Но вот тут, если он так привык, мне надо на него злиться сильно, да. Ну, если вы видели, как это было в семье, то уже понимаете, как оно будет в этих мелочах таких, да, вот. И своих деток, пожалуйста, убери за собой, пожалуйста, застели постель, пожалуйста, сделай то-то. Ты уроки не сделай. Фигня же ты уроки не сделай. Мужчина и ставь. Убирай за собой, да. Пожалуйста, приучайся к работе. К тому, что у тебя есть обязанности. Когда они так будут уроки делать, когда ты выгрузишь работу. Ну, у меня же еще уроки. И если действительно вы видите, что что-то похоже, и он ожидает от вас чего-то такого, как от мамы, да, то не думайте, что это, ну, просто, знаете, вот, обставлены с доланной силой, да, что это нельзя изменить. Это можно изменить. Только, знаете как, не лобовой атакой. Чем больше вы, скажем, на правом, так скажем, требуете, добиваетесь, тем меньше эффективность этого действия. Потому что обычно, еще один такой момент, когда вы это делаете, вы, по-моему, особенность нашей культуры, переходите на личности. Вы не говорите, ты поступил неправильно, да, а вот это сделано не так. Вы говорите, ты глупый, ты злой, ты, то есть вы на уровне идентичности, на личности. А что человеку тогда вот с этим делать, вот что? Ну, или он, если с вами так делает, да, то есть ты глупая, ты там некрасивая, ты просто. Что с этим делать? Все, только разойтись или обидеться насмерть, да, вот это самое. А если вот ты поступил не так, это можно поменять, ну, ради Бога, мы все делаем какие-то неправильные поступки. И это не так обидно, и с этим он что-то может сделать. Ну, это вкратце, если говорить о самых главных ошибках.